В цехах комбината непривычно безлюдно. Перерабатывают молоко, разливают его и фасуют вот такие машины. Весь процесс здесь полностью автоматизирован. Сотрудникам завода остается лишь запустить конвейер и проконтролировать производство. Система даже сама отыщет бракованную продукцию и снимет с линии. Если продукция не укупорена, он отбраковывает эту бутылку. Если она не закручена или что-то наблюдается, брак закручен, а также его отбракует. Техника беспринципна и она дает объективный результат всегда. Однако за качеством следит не только новейшее оборудование. На каждом этапе производства продукцию проверяют специалисты в лаборатории. Туда в первую очередь отправился сегодня Вениамин Кондратьев. Главу региона там заверили, что используют на комбинате кубанское молоко. А это значит только качественное сырье. Поставляют его на завод более 30 фермерских хозяйств края. Вы правильно делаете, чтобы проверять качество молока. Если рассмотреть, как вариант. Если вам проплачивать заранее поставщикам сихвостпродукции за поставляемое молоко. Наша компания в качестве авансовых платежей более 2 миллиардов рублей в год расходует по авансовым платежам. Заранее проплачивая поставщикам сихвостпродукции. Естественно, это только касается проверенных поставщиков, которые имеют уже успешную историю с нами взаимодействия. Сегодня сельхозтоваропроизводители должны поддержать вас, как переработчиков своим молоком, качеством своего молока. Ну а вы должны поддержать наших сельхозтоваропроизводителей авансовым платежом. В сутки на заводе перерабатывают почти 500 тонн молока. Отсюда на полки магазинов отправляют и кефир, и ряженку, и йогурт. Всего около ста наименований. Среди них и самые известные в стране бренды. Федеральные бренды наши, как домик деревни, как чудо, который выделил, что они производятся все только из кубанского молока. И потребитель видит, что даже федеральный бренд общероссийский произведен здесь, в Краснодарском крае, из лучшего молока, которое только можно найти на юге. На достигнутом останавливаться не собираются и намерены увеличить мощность производства. Рядом с действующим заводом планируют построить еще один. Это уже будет комбинат детского питания. На первом этапе на новом предприятии планируют установить линии по изготовлению детского творога и йогурта разных торговых марок. С открытием производства компания нарастит и объем из закупок молока в крае. По словам инвестора, Кубань для бизнеса сегодня самый перспективный регион. И дело не только в удобной логистике и качественном сырье. Все наши заводы здесь у нас очень высокий уровень кадра. И много из них мы тоже экспортируем. И у нас они работают сейчас по всей стране. Вот это очень большой плюс. Один из самых лучших комбинатов – Тимошевский молочный комбинат. Ну, вы знаете, кто везет, тому везет. Вот вы, без такой проговорка, вы максимально сегодня везете, поэтому готовы помогать тем, кто делает сегодня дело. Понимаете, сегодня можно слаться на экономические проблемы, на трудности, на отсутствие кредитов. Это кто не хочет это делать. А тот, кто даже в рамках сегодняшнего дня открывает новые производства, в этом случае, конечно, удача любит смелых. Удача любит смелых. Я надеюсь, по этому все у вас получится. Спасибо большое. Намерение воплотить этот проект в жизнь губернатор края и президент компании скрепили подписями для региона. Он в числе приоритетных. По мнению Вениамина Кондратьева, его реализация даст новый импульс для развития молочного производства. Поэтому еще при подготовке проекта краевые власти оказывали всяческую поддержку. Предприятие на всех этапах получает сопровождение департамента инвестиций. Сегодня мы готовы поддержать всесторонне любого инвестора, который заходит с переработкой. Завод, который 100 тонн в сутки будет закупаться молоко у сегодня нашего сельского хозяйства. А в целом это около 600 тонн в сутки. То, конечно, молочное заварное производство на Кубани тоже будет расширяться, расти. Вот тут это очень важно, чтобы мы не просто были сырьевыми, что я не раз говорил, а мы стали переработчиками. Одним из самых крупнейших, а может быть самым крупным регионом, который может собственную сельхозпродукцию переработать. Не продавая ее, не отдавая в виде довальческого сырья, никаким иным переработчикам. Завершить первый этап строительства нового завода планируют уже через два года. По планам инвестора детское питание из Тимошевского района будут поставлять не только в магазины края, но и по всей России. Мария Крошина, Денис Перец и Денис Москаленко, Кубань, 24, Тимошевский район.